Сера, глава 40. И страх смерти, и негодование, и расприя. И во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его. Мало, почти совсем не имеет он покоя, и потому и во сне он, как днем на страже. Будучи смущен сердечными своими мечтами, как бежавший с поля брани, во время безопасности своей он пробуждается и не может надевиться, что ничего не было страшного. Хотя это бывает со всякой плотью, от человека до скота. Но у грешников всем крат более сего. Смерть, убийство, ссора, меч, бедствие, голод, сокрушение и удары. Все это для беззаконных, и потоп был для них. Все, что от земли, обращается в землю, и что из воды, возвращается в море. Всякий подарок и несправедливость будут истреблены, а верность будет стоять вовек. И менее неправедных, как поток, иссохнут, и как сильный гром при проливном дожде прогремят. Кто открывает руку, тот бывает весел, а преступники в конец погибнут. Потомки нечестивых не умножат ветвей, и нечистые корни на утесистой скале. А сока при всякой воде и на берегу реки скашивается прежде всякой другой травы. Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек. Жизнь, довольна своей участью и труженика, сладостна. Но превосходит обоих тот, кто находит сокровище. Дети и построение города увековечивают ими. Но превосходнее того и другого считается безукоризненная жена. Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и другого — любовь к мудрости. Сверель и гусли делают приятным пение, но лучше их — приятный язык. Приятность и красота вожделены для очей твоих, но более то и другое — зелень посева. Друг и приятель сходятся по временам, но жена с мужем всегда. Братья и покровители во время скорби, но вернее тех и других спасает милостыня. Золото и серебро утверждают стопы, но надежнее того и другого признается добрый совет. Богатство и сила возвышают сердце, но выше того — страх Господень. В страхе Господнем нет недостатка и нет надобности искать при нем помощи. Страх Господень как благословенный рай и облекает его всякою славою. Сын мой, не живи жизнью нищенскую, лучше умереть, нежели просить милостыни. Кто засматривается на чужой стол, того жизнь не жизнь, он унижает душу свою чужими яствами. Но человек разумный и благовоспитанный предостережет себя от того. В устах бесстыдного сладким покажется прошение милостыни, но в утробе его огонь возгорится. Сыра, глава 41. О, смерть! Как горькое воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях. Для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив, еще в силах принимать пищу. О, смерть! Отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах. Для престарелого и обремененного заботами обо всем. Для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Не бойся смертного приговора. Вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякой плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? Десять ли, сто ли или тысячи лет? В Аде нет исследования о времени жизни. Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет. И вместе с племенем их будет распространяться бесславие. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие. Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога Всевышнего. Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие. И когда умираете, то получаете в удел свой проклятие. Все, что из земли, возвратится в землю. Так нечестивые от проклятия в погибель. Плач людей бывает о телах их. Но грешников имя недоброе изгладится. Заботься об имени, ибо оно приводит с тобой доли, нежели многие тысячи золота. Дням доброй жизни есть число. Но доброе имя пребывает вовек. Соблюдайте, дети, наставления в мире. А сокрытая мудрость и сокровища невидимые. Какая в них польза? Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Итак, стыдитесь того, о чем я скажу. Ибо не всякую стыдливость хорошо соблюдать. И не все всеми одобряется поистине. Стыдитесь перед отцом и матерью блуда. Перед начальником и властелином лжи. Перед судьей и князем преступления. Перед собранием и народом беззакония. Перед товарищем и другом – неправда. Перед соседями – кражи. Стыдитесь всего и пред истиной Бога и завета Его. Стыдись и облокачивания на стол. Обмана при займе и отдаче. Стыдись молчания перед приветствующими. Смотрение на распутную женщину. Отвращение лица от родственника. Отнятие доли и дара. Помысла на замужнюю женщину. Ухаживание за своей служанкой. И не подходи к постели ее. Перед друзьями стыдись слов укорительных. И после того, как ты дал, не попрекай. Повторение слухов и разглашение слов тайных. И будешь истинно стыдлив. И приобретешь благорасположение всякого человека. Сирах, глава 42. Не стыдись вот чего из лицеприятия не греши. Не стыдись точечного исполнения закона Всевышнего и завета и суда, чтобы оказать правосудие нечестивым. Споры между товарищем и посторонними. И предоставление наследства друзьям. Точность в весах и мерах много ли, мало ли приобретаешь. Без пристрастия в купли и продажи. И строгого воспитания детей. И окровавить ребро худому рабу. При худой жене хорошо иметь печать. И где много рук, там запирай. Если что выдаешь, выдавай счетом и весом. И делай всякую выдачу и прием по записи. Не стыдись вразумлять неразумного и глупого, и престарелого, состязающегося с молодыми. И будешь истинно благовоспитанным. И заслужишь одобрения от всякого человека. Дождь для отца тайная постоянная забота. И попечение о ней отгоняет сон. В юности ее как бы ни отсвела. А в замужести как бы ни опротивила. В девстве как бы ни осквернилась и не сделалась беременную в отцовском доме. В замужести, чтобы не нарушила супружеской верности. И в сожительстве с мужем не осталась бесплодная. Над бесстыдной дочерью усиль надзор. Чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов. Притчей в городе и упреком в народе. И не остромила тебя перед обществом. Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин. Ибо как из одежд выходит моль. Так от женщины лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Воспомяну теперь о делах Господа. Расскажу о том, что я видел. По слову Господа явились дела его. Сияющее солнце смотрит на все. И все дело его полно славы Господней. И святым не предоставил Господь провозвестить о всех чудесах его, которые утвердил Господь Вседержитель, чтобы вселенная стояла твердо по слову его. Он проникает в бездну и сердце и видит все изгибы их. Ибо Господь знает всякое в ведении и прозирает в знамение века, возвещая прошедшее и будущее и открывая следы сокровенного. Не минует его никакое помышление и не утаится от него ни одно слово. Он устроит великие дела своей премудрости и пребывает прежде в века и вовек. Он не увеличился и не умолился и не требовал никакого советника. Как вожделенны все дела его, хотя мы можем видеть их как только искры. Все они живут и пребывают вовек для всяких потребностей. И все повинуется ему. Все они вдвойне, одно напротив другого. И ничего не сотворил он несовершенным. А одно поддерживает благо другого. И кто насытится зрением славы его? Сирах, глава 43. Велищие высоты, твердь чистоты, вид неба в славном явлении. Солнце, когда оно является, возвещает о них превосходе. Чудное создание – дело Всевышнего. В полдень свой оно иссушает землю, и перед жаром его кто устоит? Распаляет горн для работ плавильщик. Но втрое сильнее солнца палит горы. Дыша пламенем огня и блестая лучами, оно ослепляет глаза. Велик Господь, который сотворил его. И по слову его оно поспешно пробегает путь свой. И луна всем в свое время служит указанием времен и знамением века. От луны указание праздника, свет ее умаляется по достижении ею полноты. Месяц называется по имени ее. Она дивно возрастает в своем изменении. Это глава вышних строев. Она сияет на тверде небесной. Красота неба, слава звезд, блестящее украшение. Владыка на высотах. По слову святого, звезды стоят по чину и не устают на страже своей. Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем. Велищественным кругом своим она обнимает небо. Руки Всевышнего распростерли ее. По велениям его скоро сыплется снег и быстро сверкают молнии суда его. Отверзается сокровищница и вылетает из них облака, как птицы. Могущественным своим он укрепляет облака и разбивается камни града. От взора его потрясаются горы, и по изволению его веет южный ветер. Голос грома его приводит в трепет землю и северная буря и вихрь. Он сыплет снег, подобно летящий вниз крылатым, и не спадение его, как опускающаяся саранча. Красоте белизны его удивляется глаз, и не спадение его изумляется сердце. И как соль рассыпает он по земле иний, который замерзает, делается остроконечным. Подует северный холодный ветер, и из воды делается лед. Он растилается на всякое вместилище вод, и вода облекается, как бы в латы. Поедает горы и пожигает пустыню, и как огонь опаляет траву. Но скорым исцелением всему служит туман. Появляющаяся роса прохлаждает от зноя. По велениям своим Господь укращает бездну и насаждает на ней острова. Плавающий по морю рассказывает об опасностях на нем, и мы дивимся тому, что слышим ушами нашими. Ибо там необычайные и чудные дела, разнообразие всяких животных, роды чудовищ. Через него все успешно достигают своего назначения, и все держатся словом его. Многое можем мы сказать, и однако же не постигнем его и конец слов. Он есть все. Где возьмем силу, чтобы прославить его, ибо он превыше всех своих дел. Страшен Господь и весьма велик, и дивным могущество его. Прославляя Господа, превозносите его, сколько можете. Но и затем он будет превосходнее. И величие его прибавьте силы, но не трудитесь, ибо не постигнете. Кто видел его и объяснит, и кто прославит его, как он есть. Много сокрыто, что гораздо больше всего, ибо мы видим малую часть дел его. Все сотворил Господь и благочестивым даровал мудрость. Глава 44. Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Много славного Господь являл через них, величие свое от века. Это были господствующие в царствах своих и мужей, именитые силою. Они давали разумные советы, возвещали в пророчествах. Они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. Мудрые слова были в учении их. Они изобрели музыкальные строи, и гимны преодолели Писанию. Люди богатые, одаренные силой, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими, и во дни свои были славою. Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их. И есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы небывшими, и дети их после них. Но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются. В семени их пребывает доброе наследство, потомки их в заветах. Семя их будет тверда, и дети их ради них. Семя их пребудет до века, и слава их не истребится. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды. Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. Енох угодил Господу и был взят на небо. Образ покаяния для всех родов. Но и оказался совершенным, праведным. Во время гнева он был умилостивлением, посему сделался остатком на земле, когда был потоп. С ним заключен был вечный завет, что никакая плоть не истребится более потопом. Авраам – великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе. Он сохранил закон Всевышнего и был в завете с ним. И на своей плоти утвердил завет, и в испытании оказался верным. Поэтому Господь, склятвою, обещал ему, что в семени его благословятся все народы. Обещал умножить его, как прах земли, и возвысить семя его, как звезды, и дать им наследство от моря до моря и от реки до края земли. Исааку ради Авраама, отца его, он также подтвердил благословение всех людей и завет. И оно же почило на голове Иакова. Он ущедрил ее своими благословениями и дал ему в наследие землю, и отделил участки ее, и разделил между двенадцатью коленами, и произвел от него мужа милости, который приобрел любовь в глазах всякой плоти. Глава 45. Сирахов. Глава 46. Вывел его во мглу и дал ему лицом к лицу заповеди, закон жизни и ведения, чтобы он научил Иакова завету и Израиля постановлением его. Он возвысил Аарона, подобного ему святого, брата его из колена Левиина. Постановил с ним вечный завет и дал ему священство в народе. Он благословил его особым украшением и опоясал его поясом славы. Он облег его высшим украшением и облачил его в богатые одежды. В исподнюю одежду в падир и ефот и окружил его золотыми яблоками и восьмамногими позвонками, чтобы при хождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа его. Облег его одеждой святой из золота и гиацинтовой шерсти и крученого весона художественной работы, словом суда уримом и тумимом, червленым тканьем искусной работы, многоценными камнями, вырезанными, как на печати, в золотой оправе гранильной работы, с вырезанными на память начертаниями имен по числу колен Израилевых. На кидаре его золотой венец, знамение святыни, слава достоинства, величественное украшение, дело искусства, вожделенное для глаз. Прежде него не было сего от века. Непринадлежащий к его племени не одевался так, только сыновья его и потомки его во все времена. Жертва их приносится каждый день, всегда по два раза. Моисей наполнил руки его и помазал его святым илеем. Ему постановлен вечный завет и семени его на дни неба, чтобы они служили ему и вместе священодействовали и благословляли народ его именем его. Он избрал его из всех живущих, чтобы приносить Господу жертву, курение и благоухание, в память и умилостивление о народе своем. Он дал ему свои заповеди и власть в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровениям и наставлять Израиля в законе его. Восстали против него чужие и позавидовали ему в пустыне люди, приставшие к Дафану и Аверону из копища Корея в ярости и гневе. «Господь увидел, и ему не угодно было это, и они погибли от ярости и гнева. Он сотворил над ними чудо, истребив их пламенем огня своего, и умножил славу Аарона и дал ему наследие, отделил им начатки плодов. Прежде всего уготовил им хлеб в насыщение, ибо они едят и жертвы Господни, которые он дал им и семени его. Но он не должен иметь наследие в земле народа, и нет ему участка между народом, ибо он сам удел и наследие его. Так же и Финиес сын Елеазара третьей пославе, потому что он ревновал о страхе Господнем, и при отпадении народа устоял в добром расположении души своей, и умилостивил Господа к Израилю. Посему постановлен с ним завет мира, чтобы быть ему предстоятелем святых и народа своего, чтобы ему и семени его принадлежало достоинство священства навеки. Как по заведу с Давидом, сыном Иесея из колена Иудина, царское наследие переходило от сына к сыну. Так наследие священства принадлежало Аарону и семени его. Да даст нам Бог мудрость в нашем сердце судить народ его справедливо, дабы не погибли благо их, и слава их прибыла в роды их. В Сирах, глава 46. Силен был в браних Иисус Новин, и был преемником Моисея в пророчествах. Соответственно, имени своему он был велик в спасении избранных Божиих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Как он прославился, когда поднял руки свои, простер меч на города? Кто прежде него так стоял? Ибо он вел брани Господни. Не его ли рукой остановлено было солнце, и один день был как бы два? Он возвал ко Всевышнему владыки, когда со всех сторон стеснили его враги, и великий Господь услышал его. Камнями града с могущественной силой бросил он на враждебный народ и погубил противников на склоне горы. Дабы язычники познали все оружие его, что война его была пред Господом, а он только следовал за всемогущим. И в одни Моисея он оказал благодеяние, он и халяв сын Иефонии, тем, что они противостояли враждующим, удерживали народ от греха и утешали злой ропот. И они, только двое из шестисот тысяч путешествовавших, были спасены, чтобы ввести народ в наследие, в землю текущую молоком и медом. И дал Господь халяву крепость, которая сохранилась в нем до старости, взойти на высоту земли, и семя его получило наследие. Дабы видели все сыны Израилева, что благо следовать Господу. Так же и судьи, каждый по своему имени, которых сердце не заблуждалось, и которые не отвращались от Господа. Да будет память их во благословениях, да процветут кости их от места своего, и имя их, да перейдет к сынам их в прославление их. «Возлюбленный Господом своим Самуил, пророк Господень, учредил царство и помазал царей народу своему. Он судил народ по закону Господню, и Господь презирал на Якова. По вере своей он был истинным пророком, и в словах его дознана верность видения. Он возвал, как всемогущему Господу, когда отсюда утеснили его враги, и принял в жертву молодого Агнца. И Господь возгремел с неба, и в сильном шуме слышным сделал голос свой, и истребил вождей Тирских и всех князей филистимских. Еще прежде времени вечного успокоения своего он свидетельствовался пред Господом и помазанникам его. Имущество, ни даже обуви я не брал ни от кого, и никто не укорил его. Он пророчествовал и по смерти своей, и предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, чтобы законный народ истребиться». Сирах, 47-я глава После сего явился Нафан, чтобы пророчествовать в одни Давида. Как туг, отделенный от мирной жертвы, так Давид от сынов Израилевых. Он играл со львами, как с козлятами, и с медведями, как с ягнятами. В юности своей не убил ли он исполина, не снял ли поношения с народа, когда поднял руки с прочным камнем и не зложил гордыню Голиафа. Ибо он возвал Господу Всевышнему, и он дал крепость правой руке его поразить человека сильного в войне и возвысить рог народа своего. Так прославил народ его тьмами и восхвалил его в благословениях Господа, как достойного венца славы. Ибо он истребил окрестных врагов и смирил враждебных филистимлян, даже до ныне сокрушил рог их. После каждого дела своего он приносил благодарение Святому Всевышнему словом хвалы. От всего сердца он воспевал и любил Создателя своего, и поставил пред жертвенникам песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение. Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя его и с раннего утра оглашали святилище. И Господь отпустил ему грехи, и навеки вознет рог его, и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле. После него восстал мудрый сын его и ради отца жил счастливо. Соломон царсал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя его и приготовил святилище навеки. Как мудр был ты в юности твоей, и, подобно реке, полон разумом! Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами. Имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой. За песни и изречения, за притчи и изъяснения тебе удивлялись страны. Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля, ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец. Но ты наклонил чересла своих женщинам и поработился им телом твоим. Ты положил пятно на славу твою, и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, и они горько оплакивали твое безумие. Что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство. Но Господь не оставит своей милости, и не разрушит ни одного из дел своих, не истребит потомков избранного своего, и не искоренит семени возлюбившего его. И он дал Якову остаток, и Давиду корень от него. И почил Соломон с отцами своими, и оставил по себе от семени своего безумия народу. Скудного разума Раваама, который отвратил от себя народ через свое совещание. И Ира Раваама, сына Наватого, который ввел в грех Израиля, и Ефрему указал путь греха. И весьма умножились грехи их, так что они изгнаны были из земли своей. И посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение. И восстал Илья пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник. Он навел на них голод, и ревностью своей умолил счисло их. Словом Господнем он заключил небо, и три раза низводил огонь. Как прославился ты, Илья, чудесами твоими, и кто может сравниться с тобой в славе? Ты воздвиг мертвого от смерти и из ада словом Всевышнего. Ты не изводил в погибель царей и знатных сложа их. Ты слышал на Синая обличение на них и на Хариве суды и мщения. Ты помазал царей на воздаяние и пророков в преемнике себе. Ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями. Ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость. Обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Якова. Блаженный, видевший тебя и украшенный любовью, и мы жизнью поживем. Илья сокрыт был вихрем, и Елисей исполнился духом его. И в одни свои не трепетал перед князем, и никто не превозмог его. Ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало тело его. И при жизни своей совершал он чудеса, и по смерти дивны были дела его. При всем том народ не покаялся и не отступили от грехов своих, доколе не были пленены из земли своей и рассеяны по всей земле. И осталось весьма мало народа, и князь из дома Давидова. Некоторые из них делали угодное Богу, а некоторые умножали грехи. Езекий укрепил город свой и провел внутри его воду, пробил железом скалу и устроил хранилище для воды. В одни его сделал нашествие Синахерим, и послал к нему Рапсака, который поднял руку свою на Сион, и много величался в гордости своей. Тогда затрепетали сердца и руки их, и они мучились, как родильницы. И воззвали они к Господу милосердому, простерши к нему руки свои. И святой скоро услышал их с неба и избавил их рукой Исаии. Он поразил войско астериян, и ангел его истребил их. Ибо язык и делал угодное Господу, и крепко держался путей Давида отца своего, как заповедовал порог Исаии, великий и верный в видениях своих. В его дни солнце отступило назад, и он прибавил жизни царю. Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе. До века возвещал он будущее и сокровенное, прежде нежели оно исполнилось. Серах, глава 49. Память Иосии, как состав Фемиама, приготовленный искусством мироварника. Во всяких устах она будет сладка, как мед, и как музыка при угощении вином. Он успешно действовал в обращении народа и истребил мерзости беззакония. Он направил Господу сердце свое и во дни беззаконных утвердил благочестие. Кроме Давида, языки и Иосии все тяжко согрешили. Ибо оставили закон Всевышнего, цари иудейские пристали. «Ибо предали рог свой другим и славу свою чужому народу. Избранный город в святыне сожжен, и улицы его опустошены, как предсказал Иеремия, которого они оскорбляли, хотя он еще во чреве освящен был в пророка, чтобы искоренять, поражать и погублять, равно как строить и насаждать. Иезекииль видел явление славы, которое Бог показал ему в Херувимской колеснице. Он напоминал о врагах под образом дождя и возвещал доброе тем, которые исправляли пути свои. И двенадцать пророков, да процветут кости их от места своего, утешали Иакова и спасали их верную надеждою, как возвелищем за Рававеля. И он, как перстень на правой руке, также Иисус, сын Яседека, они в одни свои построили дом и восстановили святой храм Господу, предназначенный к вечной славе. «Велика память Инеемии, который воздвиг нам павшие стены, поставил ворота и запоры и возобновил разрушенные домы наши. Не было на земле никого из сотворенных подобного Еноху, ибо он был восхищен от земли. И не родился такой муж, как Иосиф, глава братьев опора народа, и кости его были почтены. Прославились между людьми Сим и Сиф, но выше всего живущего в творении Адам». Сирах, глава 50. «Симон, сын Оний, великий священник, при жизни своей исправил дом и в одни свои укрепил храм. Им положено основание двойного возвышения, возведение высокой ограды храма. В одни его уменьшено водохранилище, окружность Медного моря. Что предохранить народ свой от бедствия? Он укрепил город против осады. Как величествен был Он среди народа, при выходе из завесы храма. Как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях. Как солнце, сияющее над храмом Всевышнего. И как радуга, сияющая в величественных облаках. Как цвет роз в весенние дни. Как лилия при источниках вод. Как ветер ливана в летние дни. Как огонь с ладаном в кадильнице. Как кованый золотой сосуд, украшенный всякими драгоценными камнями. Как маслина с плодами. И как возвышающийся до облаковки парис. Когда он принимал великолепную одежду и облекался во все величественные украшения, то превосхождение к святому жертвеннику освещал блеском окружность святилища. Та же, когда он принимал жертвенное счастье из рук священников, стоя у огня жертвенника. Вокруг него был венец братьев, как отрасли кедра на ливане. И они окружали его, как финиковые ветви. И все сыны Аарона в славе своей и приношениям Господу в руках их перед всем собранием Израиля. В довершение службы на алтаре, чтобы увенчать приношение Всевышнему Вседержителю. Он простирал свою руку к жертвенной чаше, лил в нее из винограда кровь и выливал ее к подножию жертвенника в воню благоухания Вышнему Всецарю. Тогда сыны Аарона восклицали, трубили коваными трубами и издавали громкий голос в напоминании пред Всевышним. Тогда весь народ вместе спешил падать лицом на землю, чтобы поклониться Господу своему Вседержителю, Богу Вышнему. А песнопевцы восхваляли его своими голосами. В пространном храме раздавалось сладостное пение. И народ молился Господу Всевышнему молитвой пред милосердым, доколе совершалось словословие Господа. И так оканчивали они службы ему. Тогда он, сойдя, поднимал руки свои на все собрание сынов Исраилевых, чтобы устами своими преподать благословение Господа и похвалиться именем Его. «Народ повторял поклонение, чтобы принять благословение от Всевышнего. И ныне все благословляйте Бога, Который везде совершает великие дела, Который продлил дни наши от утробы и поступает с нами по милости своей. Да даст Он нам веселье сердце, и да будет во дни наши мир в Израиле до дней века, да сохранит милость свою к нам и в свое время да избавит нас. Двумя народами гнушается душа моя, третий не есть народ. Это сидящие на горе Сеир, фелестемляне и глупый народ, живущий в Секимах. Учение мудрости и благоразумия начертал в книге сей я Иисус, сын Сирахов, иерусалимлянин, который излил мудрость от сердца своего. Блажен, кто будет упражняться в сих наставлениях, и кто положит их на сердце, тот сделается мудрым. А если будет исполнять, то все возможно, ибо свет Господень, путь Его. Глава 51. Молитва Иисуса, сына Сирахова. Прославлю Тебя, Господи Царю, и восхвалю Тебя, Бога Спасителя моего, прославляю имя Твое, ибо Ты был мне покровителем и помощником, и избавил тело мое от погибели и от сети клеветнического языка, от уст сплетающих лож, и против восставших на меня Ты был мне помощником, и избавил меня по множеству милости, и ради имени Твоего от скрежется зубов, готовых пожрать меня, от руки искавших души моей, от многих скорбей, которые я имел, от удушающего со всех сторон огня и среды пламени, в котором я не сгорел, из глубины чрева адова, от языка нечистого и слова ложного, от клеветы перед царем языка неправедного. Душа моя близка была к смерти, и жизнь моя была близ ада преисподнего. Со всех сторон окружали меня, и не было помогающего. Искал я глазами заступление от людей, и не было его. И вспомнил я о Твоей, Господи, милости, о делах Твоих от века, что Ты избавляешь надеющихся на Тебя и спасаешь их от руки врагов. И я вознес от земли моление мое и молился о избавлении от смерти. Воззвал я Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не оставил меня в одни скорби, когда не было помощи от людей надменных. Буду хвалить имя Твое непрестанно и воспевать в словословии, ибо молитва моя была услышана. Ты спас меня от погибели и избавил меня от злого времени. За это я буду прославлять и хвалить Тебя и благословлять имя Господа, будучи еще юношею. Прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей. Пред храмом я молился о ней и до конца буду искать ее, как бы от света зреющего винограда. Сердце мое радуется о ней, нога моя шла прямым путем. Я следил за нею от юности моей, понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее, и находил в ней много наставлений для себя. Мне был успех в ней, воздам славу дающему мне мудрость. Я решил соследовать ей, ревновал о добром и не постыжусь. Душа моя подвязалась ради нее, и в делах моих я был точен. Простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество. Я направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала, и при частоте достиг ее, посему не буду оставлен ею. И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее, посему я приобрел доброе приобретение. В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить его. Приблизьтесь ко мне, ненаученное, и водворитесь в доме учения, ибо вы нуждаетесь в этом, и душа ваша сильно жаждет души. Я отверзаю уста мои, говорю, приобретайте ее себе без серебра. Подклоните вы и вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение. Его можно найти близко. Видите своими глазами, я немного потрудился, и нашел в себе великое успокоение. Приобретайте учение, и за большое количество серебра, и вы приобретете много золота. Да радуется душа ваша о милости его, и не стыдитесь хвалить его. Делайте свое дело заблаговременно, и он в свое время отдаст вашу награду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!